Физкульт привет! Друзья и ученики! Сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен девушкам и работе в машине Смита. Данный видеоурок будет полезен также инструкторам и парням, которые тренируют своих девчонок. Можно назвать данный выпуск предостережением, видеоподсказкой, настоятельной рекомендацией, просто полезным советом, если хотите. Я сегодня расскажу вам то, о чем никто нигде никогда не говорит. Я сам услышал этот совет от нашего российского профессионала, который входил в ТОП еще 10 лет назад. Личный друг Дориана Ятса, жена у него у самого медик. И он конкретно говорил об этом, когда я находился в России и пригласил его в свой клуб с семинаром. О чем речь? Речь о машине Смита и женском здоровье. Как это связано? А связано это так, если вы хотите сохранить здоровую мочеполовую и репродуктивную систему, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не выполняйте классические приседания в машине Смита. О чем я говорю? Обратите на это особое внимание. Конкретно о классических приседаниях, когда ваши ступни находятся под грифом. Почему так происходит? Все очень просто. Видите, насколько неудобно для вас, для ваших антропометрических характеристик данное движение. Поэтому нужно выставить ноги вперед, даже чуть больше. Грубо говоря, упражнение гак-присед. Гак-приседания вы можете свободно и безопасно выполнять. Потому что амплитуда движения не будет диктовать вам неудобную, некомфортную и нездоровую амплитуду для женского организма. Смело выставляйте ноги вперед и выполняйте гак-приседания. Хотя можно обойтись и гак-тренажером, либо выполнять классические гак-приседания, кому удобно, со штангой. Со свободным весом, когда штанга удерживается за спиной. Попробуйте, почувствуете разницу, небывалые ощущения. Также можно делать и выпады в машине Смита. Единственное, помните всегда о том, что машина Смита снимает работу с ваших мышц стабилизаторов. Вы как бы обкрадываете себя. Я понимаю, если у вас усталость, либо вы выполняете данное упражнение под конец вашего комплекса упражнений. Вы можете делать данные упражнения в машине Смита. Но все же, работая со штангой или работая с гантелями, вы получите больший эффект. О чем еще хочу предупредить девчонок, да и парней. Всегда выполняйте разминку общую, работая на велотренажере в день ног. И, естественно, не забывайте о тренажере гиперэкстензии. Вот вы сейчас видите его на своих экранах. Эбигел первый раз выполняет данное движение, естественно, делает его немножечко неправильно. Я сейчас ее поправлю. Нужно поднимать ноги только до того момента, когда они станут параллельны с корпусом. Вот так, не выше. Это очень и очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Для чего необходимо данное упражнение? В первую очередь, если у вас есть проблемы со спиной, грыжи, протрузии, это первое, самое первое упражнение, которое поможет вам избавиться от данной проблемы. Проверено на себе. А также мой друг есть пауэрлифтер, который получил серьезнейшую травму и сел в инвалидное кресло. Врачи сказали, что он не будет даже ходить. При помощи данного упражнения человек не только восстановил свои функции, стал спокойно ходить, но вернулся в большой пауэрлифтинг. Представляете, насколько это шикарнейшее упражнение? А если у вас нет проблем со спиной, тем более выполняйте его в начале тренировки для приседаний и в конце. И тогда вы гарантированно избежите травм. Сейчас вот показываю вам, как приседать. Это первый день, когда я обучаю Эбигел приседаниям. Естественно, есть ошибки, но по крайней мере, если сравнивать с другими моими учениками или с тем, что я вижу в зале, очень быстро она учится технике. Не выводить колени вперед, начинать движение с увода таза назад, держать корпус ровно. Почему вас загоняют в тренажерных залах в машину Смита? Ответ очевиден. Потому что мало кому хочется тратить время, свои силы и нервы на обучение правильной техники с приседом. И поэтому придумывают всякую чушь, всякую ересь, лишь бы не давать вам приседания. Конечно, это травмоопасное упражнение при безграмотной технике, при безграмотном инструкторе. Но если вы будете выполнять все технические характеристики, необходимые для грамотной техники, вы никогда не получите травму. Никогда. Большинство травм спины происходит в быту. Большинство травм спины сейчас из-за сидячего образа жизни и безграмотного питания. Вот сейчас вы видите вторая тренировка на ноги. У нас Эбигел тоже начинается с гиперэкстензии. И девушка уже поняла, прочувствовала всю эффективность данного тренажера. Помимо всего прочего, выполняя и задерживаясь в верхней позиции на секунду-две, вы будете невероятно прокачивать свои ягодичные мышцы. А для девчонок что может быть лучше? Но в первую очередь напомню и парням и девчонкам. Вот этот станок называется гиперэкстензией. Не тот, что нас учат в тренажерных залах и фитнес-центрах. Вот этот станок гиперэкстензии. И он чрезвычайно полезен. Еще скажу вам один факт, о котором мало кто знает. Это единственное упражнение, которое будет действовать как декомпрессия на межпозвоночные диски. Все остальные упражнения действуют компрессионно. Девчонки, оцените это упражнение, особенно если вы хотите подкачать ваши ягодицы. Пять подходов после общей разминки, перед приседаниями и мышцы ягодичные будут гореть. Никакие махи не сравнятся с данным упражнением. Чередуйте большое количество повторений с малым рабочим весом и малое количество повторений с большим рабочим весом. Эти моменты очень и очень важны для грамотного, полезного и самое главное безопасного тренинга. Вы знаете, что я всегда учу вас смотреть на все через призму сохранения здоровья. Так вот, я вернулся к приседаниям за 200 кг и становым тягам благодаря именно этим упражнениям. Пока вы не начнете делать данное движение, вы не сможете гарантировать здоровье и безопасность своих позвонков. Именно поясничного отдела. Не пропустите эту информацию мимо ушей. Не забывайте, почему вас не хотят обучать приседаниям. Приседания это лучшее упражнение для девушек. Единственное, нужно садиться в широкой стойке и глубоко. Тогда будут работать бицепсы бедер и ягодицы. Если вы будете не доседать, выполнять так называемые полуприседы, естественно у вас будет развиваться в первую очередь квадрицепс. А мышцы ягодиц и бицепсы бедер будут недополучать нагрузку. На это нужно обращать особое внимание. Вот вторая тренировка Эбигл. Она уже прочувствовала технику. Садится очень глубоко. Мне это нравится. Хорошо держит спинку. Лопатки сведены. Никакие приседания в машине Смита даже близко, даже рядом не стоят с классическими приседаниями со штангой. Не поддавайтесь на уловки, на уговоры, на бред, который вы слышите вокруг. И не забывайте, что машина Смита для вас, девчонки, в классических приседаниях противопоказана, если вы хотите сохранять свое здоровье. Конечно, если вам наплевать на себя, можете делать что угодно, когда угодно. И не стоит мне писать в комментариях, какие есть научные доказательства, обоснования этого. Я не ставлю перед собой и никогда не ставил задачи доказать кому-то из вас что-либо. Я делюсь с вами своими знаниями и опытом. Предостерегаю вас. Ваше же право прислушиваться к моим советам, либо пропустить мимо ушей. Я не ставлю задачу никого ни в чем убеждать. Я больше практик. Конечно, я закончил университет на факультете физической культуры и спорта, где мы большую часть времени изучали анатомию, физиологию, биомеханику, лечебную физкультуру. Но тем не менее, не стоит забывать, что самообразование всегда было, есть и наверняка будет на первом месте. Потому что если вы не хотите получать знания, если вы не ищите знания, если вы не жаждете знаний, вы никогда их не получите. Куда бы вы не поступили учиться. Поэтому всегда в первую очередь самообразование. Приседания, скажу вам, это безопаснейшее упражнение, полезнейшее упражнение. Единственное, прошу вас, перед тем, как начинать выходить на веса, отработайте технику. Мы порой с моими учениками по 3-4 месяца учимся только технически грамотно выполнять приседания и становую тягу. Но зато потом это все окупается сторицей. Ваши ягодицы и бицепсы бедер скажут вам спасибо. А у нас Эйбегал всего 3,5 месяца до серьезнейших соревнований. Первые ее соревнования будут в фитнес-бикини. И потом она планирует перейти в фигуру. Но посмотрим, как что будет. Пока наши тренировки идут хорошо. Мне нравится. Прошел месяц. Мы подросли в бицепсе бедра заметно. При этом сохранили общий жировой фон, не увеличив его. Вверх у Эйбегал шикарный, тренированный. А вот ноги, к сожалению, немножечко отстают. Именно бицепс бедра и голень. Но я думаю, за 3,5 месяца для первых наших соревнований, которые, тем не менее, будут очень серьезными, будет практически человек 200-300 девочек. Потому что ежегодно на этих соревнованиях в Америке, Флорида, Орландо, Европа Геймс, приходят минимум 200-250 участниц в бикини. Не профессионалов, как вы понимаете, а именно тех, кто хочет начать посвятить себя или уже пытается достичь прокарты. Запомните, девчонки, приседание – это лучшее и единственное, что может помочь вашим ягодицам. Если вы не принимаете, я надеюсь, вы не принимаете никакие анаболические андрогенные стероиды, то махи вам могут помочь только при условии, что вы выполнили сначала приседания. Любые другие упражнения не будут эффективными, если вы не делаете приседания. И запомните, как понять, что инструктор грамотный или безграмотный. Если вы тренируете плечи, к примеру, или руки отдельным днем, или грудные мышцы, то это бесполезно. Поверьте мне, в плане именно увеличения мышечной массы это совершенно бесполезно. И даже для жиросжигания это тоже бесполезно, потому что как для набора массы, так и для жиросжигания необходимы гормоны. А гормоны выбрасываются только от специальных упражнений. Итак, классические приседания в машине Смита никогда, кто бы вам не говорил, если хотите иметь здоровую свою половую систему, забудьте об этом упражнении. Можете делать гак приседания, когда стопы выносятся далеко вперед, либо выпады. Но ни в коем случае, девчонки, никаких приседаний классических, когда стопы под грифом. Повторю, это ваше здоровье. Также запомните, что только выполняя классические становые тяги, румынские тяги, вы можете достичь хороших результатов. Но самое главное, как и в приседаниях, это идеальная техника. Смотрите мои ролики или ролики других инструкторов и в первую очередь обращайте внимание на технику. Как в румынской тяге, так и вы увидите в следующем движении в гудмонинг упражнения, наклоны со штангой, необходимо начинать движение с увода таза назад. Плюс глубокие и широкие приседания. Это то, что вам нужно. А вот и гудмонинг. Думайте в первую очередь о своем здоровье. Никогда не начинайте вот это движение делать, пока вы не научитесь делать грамотно румынскую тягу, приседания и становую тягу. Иначе вы себе только навредите. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!